В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Пьяное сожительство на ножах. Очередной бытовой скандал в Мозере закончился убийством. На свай это не только некурительное вещество кустарного производства, но и новая статья в Кодексе. Угнать за несколько лет на нарах. Завершается расследование дела об угоне подростками «Лексуса». Не переключайтесь. Очередное убийство в пьяном угаре произошло в Мозере. Удар ножом прямо в сердце поставил финальную точку в скандалах между сожителями в одном из микрорайонов райцентра. Пьянки и ссоры в этой квартире, по словам соседей, дело обыденное. Но очередная попойка закончилась поножовщиной. Женщина сделала всего два удара кухонным ножом, а после сама же вызвала скорую помощь. Одно из проникающих ранений пробило сразу и сердце, и легкое. При таком исходе шансов на спасение у жертвы почти не оставалось. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице. Мозерским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства. С ее участием уже проведен ряд следственных действий, в том числе проверка показаний на месте происшествия. Допрошены основные свидетели и назначен ряд экспертных исследований. В целом по области в первом полугодии было отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Но в ряде районов, и особенно на Мозерщине, наблюдается рост убийств. Сегодня это уже 10 фактов. Почти все, как под копирку, в состоянии алкогольного опьянения на фоне неприязненных семейных или бытовых отношений. Так было и в квартире 53-летнего безработного мазырянина. Накануне гибели он несколько дней подряд распивал спиртное со своей 40-летней сожительницей. Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие существенное значение для уголовного дела. По ним назначены ряд экспертных исследований. Можно отметить, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в основном за имущественные преступления. Она нигде не работала и злоупотреблялась спиртными напитками. Все эти факторы будут учтены в суде. Более того, старые судимости и убийства в охмелю будут расцениваться как отягчающие вину обстоятельства. Соответственно, срок изоляции от общества может существенно возрасти. Буквально через две недели вступит в силу статья 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Теперь производство, оборот и хранение некурительного вещества на свай грозит наказанием в виде крупного штрафа и ареста. Кстати, с распространителями этой жевательной смеси наши правоохранительные органы борются не первый год. Только с начала этого года из оборота по области изъято почти полтонны некурительного вещества на свай. К ответственности привлечены более 70 человек, причастных к незаконному производству или торговле этой кустарной жвачки. Последний пример – изъятие сразу трех килограммов этого вещества у торговца в Гомеле. Произошло это в нынешний понедельник. Сотрудниками Управления контроля и против торговли людьми был задержан ранее неоднократно привлекающийся житель города Гомеля за реализацию некурительного табачного изделия на свай. У которого в машине, на которой он передвигался по городу Гомель, был обнаружен 3 килограмма некурительного табачного изделия на свай. Данное табачное изделие изъято. В отношении задержанного составлен административный протокол. Машина, на которой передвигался задержан, изъята. В настоящий момент на машину наложен арест. Пока что торговцев на сваям привлекают к ответственности по так называемым экономическим статьям кодекса. С 23 августа именно хранение и распространение на свая и его аналогов станет основанием для привлечения к административной ответственности по новой статье 16.10. Также в соответствии с частью третьей этой статьи кодекса об административной ответственности предусмотрен штраф за изготовление некурительных табачных изделий в размере, превышающим 50 грамм. В отдельных случаях будет применяться арест. Данное вещество не сертифицировано, представляет определенный вред для здоровья. Кроме того, представляет двойную опасность, так как за распространение на свая предусмотрена и административная ответственность. В настоящий момент в административный кодекс Республики Беларусь внесены изменения. Санкция предусматривает наказание до 45 базовых величин, либо административный арест. Таким образом, если при вас обнаружили более 50 граммов некурительного вещества типа насвай, административная ответственность наступает автоматически. И штраф будет расти в арифметической прогрессии, если выяснится, что имело место не только хранение, но и производство и распространение вещества. Отдыхая на пляже, гомельчанин едва не лишился своего авто. Три подростка угнали оставленный на берегу «Лексус», пока хозяин престижной иномарки принимал водные процедуры. Беспечный владелец иномарки в субботу вечером купался на пляже в Гомеле в районе Шведской горки, а авто оставил незапертым. Подросткам попались на глаза ключи зажигания, и они не удержались от соблазна прокатиться с ветерком. Правда, путь их оказался не слишком длинным. Не имея достаточных навыков вождения, они на большой скорости врезались в бордюр на кольце в районе Старого Бокатыря. Машина получила серьезные повреждения ходовой части, и угонщики бросились в рассыпную. После один из них все же вернулся забрать оставленные в попыхах собственные вещи, где и был задержан сотрудниками Департамента охраны. К тому моменту владелец уже сообщил об угоне. Милиция привезла его прямо с пляжа на место ДТП. Все вещи потерпевшего находились внутри. По факту угона Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Задержаны трое несовершеннолетних, двое несовершеннолетних проходят как свидетели. Они отпущены домой третьему несовершеннолетнему, предъявлено обвинение по факту угона. И применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера обусловлена тем, что еще только три недели назад в отношении обвиняемого вступил в законную силу приговор суда. Он был признан виновным в совершении приобретения и хранения психотропных веществ, а также в хулиганстве с применением насилия. Судом было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. По окончанию предварительного расследования всем несовершеннолетним лицам, а двое из них только закончили девятый класс, будет дана правовая оценка. Владелец же машины подсчитывает, во что обойдется ремонт разбитого авто. Выпадение детей из окон многоэтажных домов стало причиной серьезного беспокойства правоохранительных органов. Следственный комитет Республики Беларусь предлагает обязать производителей устанавливать замки безопасности на оконных рамах и ужесточить ответственность родителей за ненадлежащее обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Эта полуторагодовалая девочка из Речицы, можно сказать, второй раз родилась. Выпав из окна пятого этажа, она получила перелом ноги и ушиб грудной клетки с повреждением легкого. Мама буквально на пару минут оставила ребенка одного. Эти две минуты едва не стали роковыми, но, к счастью, обошлось. Девочка, как говорят, родилась в рубашке и теперь идет на поправку. Тяжесть травмы зависит от высоты падения ребенка. Мы наблюдаем сейчас случаи падения детей с рук родителей, с пеленальных столиков, с кроваток. В этом случае, как правило, происходит черепно-возговая травма, травма головы происходит. Если тело ребенка падает с большей высоты, уже происходит сочетанная травма тела. То есть травма сочетания нескольких областей – это головы, грудные клетки, живота, конечностей. В этих случаях травма, конечно, гораздо более тяжелая, но носит характер и, как зачастую, заканчивается летальным исходом. То есть ребенок гибнет. Последние два года летом у нас нет такого обилия мошек и комаров, как в прошлые годы. Потому нет необходимости устанавливать на окна противомоскитные сетки, на которые дети зачастую пытаются опереться, самостоятельно забравшись на подоконник. Тем не менее, статистика выпадения из окон в целом по республике все равно тревожная. Десятки травмированных и пятеро погибших детей с начала года. Анализируя случай выпадения детей из окна, следатели приходят к выводу, что подобные происшествия происходят из-за недостатка контроля со стороны взрослых за поведением детей. Рассеянности родственников, забывающих закрывать окна. Неправильные расстановки мебели, дающие возможность ребенку беспрепятственно забраться на подоконник. Отсутствием на окнах блокирующих устройств. Следственным комитетом на имя премьер-министра внесены предложения о ревизии технических нормативных документов, регламентирующих производство и установку оконных систем, обязательно оборудованных детскими замками безопасности. На последнем заседании коллегии ведомства рассмотрен вопрос о возможной корректировке действующего законодательства в части ответственности родителей за ненадлежащее обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Перестраховаться лишний раз, обезопасив своего ребенка тем, у кого уже установлены стеклопакеты, не так уж хлопотно. И это не требует серьезных денежных затрат. Тем более, что на рынке страны уже появилось несколько разновидностей блокирующих устройств. На сегодняшний день у производителей окон в Белоруссии есть возможность предложить несколько вариантов запорных устройств, которые предотвращают несанкционированный доступ и последующее выпадание детей из оконных проемов. Значит, первый вид – это оконная ручка с ключом. После ее блокировки невозможно открыть окно. Либо ребенок не может, родитель может уйти из дома, ну, куда-то в другую комнату отойти, заблокировать ручку, и ребенок не сможет несанкционированно открыть опошку. Но все же стоит помнить, что никакие технические средства не сравнятся с традиционными мерами по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Родительское внимание, контроль и обучение правилам поведения в той или иной ситуации – вот та основа, которая убережет семью от трагедии. Традиционно в летний период резко возрастает число пропавших людей. В данном случае имеется в виду грибники-ягодники, ушедшие в лес и не вернувшиеся обратно. В группе риска прежде всего люди престарелого возраста. А наиболее безвозвратные, так скажем, леса – это Полесье, Мозырьские и Лельческие районы. Всего, начиная с 2010 года и по сей день, в числе без вести пропавших жителей Гомещины числится почти 500 человек. Больше 60 человек пропали именно в лесу. И многие на момент исчезновения были в преклонном возрасте. При этом подавляющее большинство разыскиваемых долгие годы подряд – обычные грибники-ягодники. Людей, страдающих беспамятством, в этом списке ничтожно мало. Если взять статистику за 2015 год, то числится без вести пропавших 6 человек. Из них двое, к сожалению, констатированы смерти. И еще четверо находятся в розыске. Все они лица пожилого возраста. И, к сожалению, уже прошло более года. Здесь уже, конечно, приходится констатировать, что в живых людей вряд ли найдем. Сами оперативники самым опасным, невозвратным, скажем так, называют «полесские леса». Это массив в Мозырском, Наравлянском, Ельском и Лельческом районах. Милиционеры утверждают, что именно в этих лесах, по разыскным данным, пропало большинство до сих пор невернувшихся стариков. Поиски ничего не дают. Люди, у которых есть родственники престарелого возраста, либо не отпускать их одних в лес, либо сопровождать их тоже вместе с ними ходить в лес за грибами, за ягодами. Если престарелые люди сами посещают лес, то желательно брать с собой мобильные телефоны, средства связи. Посмотреть, достаточно ли заряжена хорошо батарея, чтобы не села в последний момент. Предупреждать о направлении движения по лесу, то есть куда направился человек своих соседей, родственников, близких, знакомых и друзей. Оперативная обстановка с безвестным исчезновением людей на Гомельщине на протяжении долгого времени остается сложной. Начиная с 2010 года, органы внутренних дел нашего региона, по сравнению с другими областями страны, разыскивают самое большое количество пропавших – 489 человек. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествий, свои видео и фотоматериалы, вы можете присылать к нам на электронный адрес – de facto gomelsobaka.gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова